я всех категорически приветствую мы продолжаем исследование чудесного явления связанного со смесителем напоминаю речь идет о том что после включения воды через 1 2 3 с небольшими секунды струя явным образом утончается и так приходит происходит всякий раз после включения было выложено предыдущее видео с этим явлением много людей откликнулись поступали разные предположения начиная от банального засора и заканчивая последним что аэрация воды то есть содержание воздуха в воде выпускаемой из смесители струи в начальной стадии гораздо больше и что воды как таковой вытекает на самом деле всегда постоянно а первые вот эти три секунды в струе просто содержится очень много воздуха поэтому она видимо видимо образом толстая а потом воздух уменьшается и струя истончается трудно предположить механизм такого явления но вот сейчас мы его проверим берем мерную кружку и включаем воду раз два три половины примерно секунды длится толстая строй а потом она начинает тонкой так где тут мерка по объему воды ну вот точность нельзя сказать что метрологическая она такая скорее качественный характер носит мы видим примерно 450 миллилитров вылилось за время толстой струи вот и сейчас то же самое сделаем в установившемся режиме вот струя из тоншилась раз два три с половиной это не три с половиной секунды конечно от 2 с половиной потому что раз мы произнесли но мы видим что почти что в два раза меньше воды налилось в установившемся режиме примерно 180 миллилитров вот нужно отметить тут были еще вопросы связанные с нюансами другого порядка значит в душе то же самое то есть речь идет да и что самое главное в холодном кране этого эффекта не наблюдается то есть это чисто эффект связанный с прохождением воды через водонагревательный аппарат сейчас мы показали что воды все-таки разное количество вытекает существенно разные почти в два раза в первые секунды когда идет толстая струя явно расход воды ну практически в два раза больше вот поступил ответ из сервиса сантехники который который занимается там обслуживатель техническим обслуживанием вот довольно таки объемный но в ответе нету ответа на тот вопрос который был задан вот надо ответить на этот ответ достойно потому что задели за живое макнув меня кандидата технических наук ваковского почти советского физику седьмого класса причем дважды и также в логику но я думаю что вообще говорят тут дело кроется не в самом как таковом агрегате а вот в этих шнурах подвода воды к колонке потому что это единственное что отличает пути подвода воды смесители на горячую и на холодную воду пути потому что на холодную воду пути подвода смонтированы металлопластикометровыми полдюймовыми это в общем достаточно толстый диаметр а а шнуры эти явно имеют диаметр особенно вот в месте ввода сопла там едва ли пол сантиметра занимают диаметр вот так как известно гидравлическое сопротивление оно обратно пропорционально аж четвертой степени диаметра сопел и труб вот и лишь пропорционально лишь первой степени длины трубопроводов поэтому на длинных вот как у нас здесь в размерах квартиры там 10 метров вряд ли эффект длины играет существенно на гидравлическое сопротивление а расход воды определяется прежде всего да гидравлическим сопротивлением в данном случае жидкость несжимаемая но может быть там есть некие полости с воздухом который как известно сжимаем причем существенно давлением соизмеримым с единицами атмосфер которые в трубах водопроводных вот но полости так таковые полости в смесителе они явным образом конечно отсутствует речь идет о четырех двух с половиной примерно секундах расширение предполагаемого воздуха если эта гипотеза действует то надо определить где-то воздух находится находится ли он там вообще может ли он там находиться где-то в этой системе горячей подачи горячей воды вот будем дальше заниматься и следовать